Ислам – это настолько прекрасная вера, что он выступает за доброту даже по отношению к детям неверующих. И это красота, над которой мы должны размышлять. Когда сподвижник Хубаев, да будет доволен им Аллах, был схвачен неверующими, и его должны были казнить. За день до его казни один из детей пришел и сел к нему на колени. Один из детей неверующих. Ребенок не различает цвета, расы. Это те границы, которые мы представляем детям. Что ребенок знает? Ребенок не предвзят, ребенок не знает ничего. Это родители формируют разум ребенка. Тем не менее, тот ребенок приходит и садится на колени к мусульманину, не зная, что этот человек убил его дядю в битве, и завтра он будет казнен, а у этого сподвижника был клинок в руке. Так передается в Ривая Тиуаль-Бухари. Итак, ребенок сидит на коленях и входит мать. Ребенок убежал, а мать не знает, не обратила внимания, и сподвижник чувствует нервозность и страх у матери за своего ребенка. Он посмотрел на женщину и сказал, «О, сестра, я знаю, что завтра буду казнен. Ты думаешь, я опущусь так низко, что вымещу свой гнев на беззащитном ребенке? Это не учение ислама. Я люблю этого ребенка и обнимаю этого ребенка, хотя хорошо знаю, что завтра отец этого ребенка будет меня убивать». Настало время, клянусь Аллахом, рассказать вам, братья, что антиисламские настроения, которые звучат повсюду, уходят корнями не к моменту создания средств массовой информации, их корни уходят к самому появлению ислама. Я обосную это в свете Корана. Те, кто жил около пророка, были осведомлены о нраве пророка, о его безупречном поведении, о безупречном нраве пророка, даже когда они уезжали за пределы Аравии и общались там с другими людьми, и временами их спрашивали что-то о характере пророка, они отвечали «Нет, это не что иное, как древние сказки, это не что». Говорили они, отлично зная о красоте ислама. Следовательно, это уходит корнями к самому началу времен. Но у мира не останется выбора, если мы будем опровергать средства массовой информации достоинством нашего нрава.